17 убийств, разбой, незаконное изготовление, хранение целого арсенала оружия. Вот такой список преступлений по данным следствия на совести банды ГТА. Сегодня прокурор зачитал 9 подозреваемым обвинительное заключение. 10 минут потребовалось гособвинителю только на то, чтобы перечислить все найденное у них оружие. Самодельные обрезы, пистолет Макарова, автомат Калашникова, не дать не взять целая военная база. А еще целый автопарк иномарок, BMW, Volkswagen, Opel, Toyota. Подсудимые свою вину признали частично. Теперь суду предстоит рассмотреть каждый преступный эпизод с доказательствами и свидетелями. Очередное заседание назначили на следующий понедельник. Ранее фигурантам дела продлили арест до 28 декабря. Grand Theft Auto, сокращенно GTA. Преступники настоящие воплотили в жизнь известную вот уже почти 20 лет компьютерную игру. В ней любой желающий может почувствовать себя в роли закоренелого рецидивиста. Совершить заказное убийство или ограбить банк. Мой коллега Андрей Ященко о том, чем заканчиваются такие игры в реальной жизни. Главу так называемой банды GTA ликвидировали здесь, в коттеджном поселке в 20 километрах от столицы. Хозяйственную постройку, где у банды располагалась штаб-квартира, пришлось брать штурмом спецназу. Лидера убили после того, как он кинул в СОБР гранату. Криминалисты обнаружили на этом участке огромный арсенал нескольких десятков пистолетов и винтовок, гранаты, а также станок, при помощи которого травматическое оружие переделывали в боевое. Десятки нападений, 17 жертв. Банда GTA держала в страхе все Подмосковье на протяжении нескольких лет. Действовали по отработанной схеме. Убирали оживленные магистрали. Большинство убийств на трассе Москва-Дон. Ночью высыпали на дороге металлические шипы, причем самодельные в форме крестов. Водители прокалывали шины, останавливались на обочине. В этот момент они были уже обречены. Первые подозрения, что в Подмосковье появилась организованная банда убийц. Появились у следователей после того, как они обнаружили тела трех человек недалеко от станции Лось. Здесь же гильзы, причем всеразного калибра и от оружия кустарного производства. Пробив их по картотеке, криминалисты вдруг поняли, что с этими гильзами они уже знакомы. Убийства были хаотичными. Иногда преступники забирали даже мелочь, а в некоторых случаях оставляли все ценные вещи. Нападения продолжались. Еще одной жертвой стал 30-летний капитан полиции Олег Толмачев. Участкового убили прямо на глазах Анатолия. Произошел хлопок, я перевернул голову, это получается через пассажирская правая дверь. Я посмотрел, что он начал нагибаться, и вот выбежал первый силуэт. Анатолий помог полицейским составить фоторобот преступников. Еще одной зацепкой, подтверждающей, что это вся та же банда ГТА, стали те же гильзы разного калибра. Но на этот раз нападение больше походило на заказное убийство. Ни денег, ни телефон преступники не взяли. Машина участников банды ГТА попадает на запись видеорегистратора. В области план перехват. Проверяют все похожие автомобили. Тритрейсеры устраивают ночные патрули. За группировкой начинается настоящая охота. Следователи не исключают. Участники банды ГТА могут быть связаны с ИГИЛ. Правда вскоре Следственный комитет эту версию опровергает. Основным мотивом убийства было завладение денежными средствами своих жертв. Показания задержанных и другие доказательства говорят о том, что убивали они без разбора. Выйти на главаря банды удалось только в ноябре 2014 года. А Байделосу Пханова по поддельному паспорту Рустама Усманова ликвидировали на территории коттеджа. Как стало известно позже, дом и территория вокруг принадлежат высокопоставленному сотруднику генпрокуратуры Алексею Староверову. Правда служебная проверка показала, что он не знал, кому сдавал жилье. Сейчас Староверов проходит как свидетель. В итоге спецназ задержал 9 членов банды ГТА. Аресты проходили не только в столице, но и в регионах. Еще двоих задержали в Таджикистане. Но некоторые автомобилисты до сих пор не верят, что была поймана именно та банда. И продолжают с опаской ездить по трассе М4 дом. Андрей Ященко, Эмин Калантаров. Лайф.